Я вообще как бы пришла в 97-м году со своим маленьким сыном, тоже как человек, который нуждался в поддержке. Мы — это наш центр. Мы — это наш центр, это люди, которые здесь есть, которые несут вот это бремя, которые принимают людей, которые слушают их истории тяжелые, которые рядом всегда, которые посвятили свою жизнь этому делу. Одновременно в нашем центре могут содержаться 50, 60, 70 человек. Из них обычно у нас, конечно, большая часть — это дети, до 30 детей. В летний период немного меньше людей. То, о чем вообще вся эта история — о том, чтобы ребенок остался с мамой. Потому что лично моя позиция, лично как бы это наше, это сердце наше, что нужно сделать все, чтобы у ребенка была мама. И для этого нужно использовать все ресурсы, использовать все, что необходимо. Убеждать, уговаривать, плакать, помогать. Я не знаю, все что угодно. Но только создать такие условия, чтобы мама почувствовала себя настолько безопасно, чтобы она была готова заботиться о своем ребенке. Прежде всего, восполнить ее базовые нужды, чтобы она могла успокоиться, расслабиться, и уже потом взять малыша на руки и начать его кормить. Это очень важно. Я поняла, что это то, чем нужно заниматься сейчас. И я думала, это будет временно. Я думала, наступит время, когда все будет хорошо, и такие центры, как наш, не будут нужны. И за этот более 20-летний период истории несколько раз мы приходили к тому, что вот-вот нам казалось уже, что все классно и здорово, новые программы начинались. И мы думали, что все, скоро уже не будет нужно это. Мы с радостью строили планы на будущее, думали, чем будем заниматься дальше. Но снова и снова приходили люди, снова и снова новые жизни, новые истории, новые трагедии, новое горе. И снова и снова мы оставались. И так проходили годы, десятилетия. И так прошло время. И до сих пор еще, к сожалению, наверное, до сих пор еще есть люди, которым нужна помощь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok